«Властелин колец. Возвращение короля», 2003 год, жанр фэнтези, приключения, драма, оценка 8,1, Арагорн штурмует Мордор, а Фродо устал бороться с чарами кольца. Эффектный финал саги, собравший 11 «Оскаров», повелитель сил тьмы Саурон направляет свою бесчисленную армию под стеной Минастерита, крепости последней надежды. Он предвкушает близкую победу, но именно это мешает ему заметить две крохотные фигурки «хоббитов», приближающихся к Роковой горе, где им предстоит уничтожить кольцо всевластия. «Зеленая миля», 1999 год, жанр фэнтези, драма, криминал, оценка 9,1, в тюрьме для смертников появляется заключенный с божественным даром. Мистическая драма по роману Стивена Кинга Полэтшкомп «Начальник блока смертников в тюрьме», «Холодная гора», каждый из узников которого однажды проходит «зеленую милю» по пути к месту казни. Пол повидал много заключенных и надзирателей за время работы. Однако гигант Джон Кофи, обвиненный в страшном преступлении, стал одним из самых необычных обитателей блока. Форест Гамп, 1994 год, жанр драма, мелодрама, комедия, оценка 8,9, Том Хэнкес исполняет американскую мечту от лица главного героя Фореста Гампа, слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, рассказывается история его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же бесхитростным, глупым и добрым. Фореста ждет постоянный успех во всем, а он любит девочку, с которой дружил в детстве, но взаимность приходит слишком поздно. Назад в будущее, 1985 год, жанр фантастика, комедия, приключения, оценка 8,6, безумные ученые 17-летний Аболтус тестирует машину времени и наводят шороху. В 1950 году Ха, классика кинофантастики подросток Марти с помощью машины времени, сооруженной его другом профессором Доком Брауном, попадает из 80 Ха в далекие 50 Е, там он встречается со своими будущими родителями, еще подростками, и другом профессором, совсем молодым. Большой куш, 2000 год, жанр криминал, комедия, боевик, оценка 8,5, Брэд Питт в роли цыгана, нелегальные бои, краденые алмазы и английский юмор в шедевре Гайя Ричи Четырехпалый Фрэнки должен был переправить краденый алмаз из Англии в США своему боссу Эви, но, сделав ставку на подпольный боксерский поединок, попадает в круговорот весьма нежелательных событий. Вокруг него и его груза разворачивается сложная интрига с участием множества колоритных персонажей лондонского дна, русского гангстера, троих незадачливых грабителей, хитрого боксера и угрюмого громилы грозного мафиози. Каждый норовит в одиночку сорвать большой куш. Благодарю за внимание и приятного простом тро. Не забудь подписаться, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!